Кюкусинкай каратэ – чрезвычайно зрелищный вид восточных единоборств. Насыщенная боевая техника, глубокая философия, основные положения которой нацелены на формирование в человеке уверенности, стремление двигаться к поставленным целям и, конечно же, невероятная сила духа – то, что отличает этот стиль боевых искусств от других. Вот уже два десятка лет Кюкусинкай активно развивается в нашей стране благодаря энтузиасту, талантливому тренеру, руководителю Республиканской Федерации Дмитрию Лихновичу. Представители организации являются активными участниками большого количества городских, областных, республиканских и международных мероприятий. Я очень впечатлен фестивалем и тем, как он организован. За много лет мне доводилось видеть большое количество мероприятий. А это меня особенно приятно удивило. Хотелось бы, чтобы таких спортивных праздников было как можно больше. Немалая работа проводится и в самом объединении. Регулярно проходят большие открытые тренировки и сборы с участием лучших мастеров Кюкусинкай мира, которые высоко оценивают уровень подготовки белорусских каратистов, а также воспитательную работу и мероприятия, которые проводятся здесь. Я видел, что уровень очень высокий, потому что вы, кроме стиля Кюкусинкай, ваши ребята занимаются очень сильно различными работой с оружием, прикладными всякими аспектами каратэ. Оценка трех уровней всегда присутствует. Каратэ – это как бы боевое воинское искусство, которое имеет два аспекта. Это аспект школы, который связан с тем, что люди должны знать ката, технику, кихон. И еще два других соревновательных аспекта. Это аспект ката, по которому проводятся международные соревнования, которые являются тоже судьем международной категории. И еще проводятся международные соревнования по кумите. Об этом и не только рассказывают гостям подобных информационных собраний руководитель федерации Дмитрий Олегнович и тренеры. Как правило, в рамках таких бесед они стараются донести до зрителей то самое основное, что важно знать каждому, кто хотел бы посвятить свою жизнь изучению каратэ Кюкусинкай. Причем это не только рассказ, но и наглядная демонстрация, начиная с азов физической и моральной подготовки. Если так сказать глобально, я изначально занялся каратэ и тренерской работой, чтобы воспитывать молодежь и делать мир красивее, ярче, чище. Это вот изначально была такая цель. Я исследую это в общих чертах. Все остальное это попутные задачки. Активно постигают азы боевых искусств не только юноши, но и девушки. В этот раз для зрителей они подготовили небольшое, но весьма зрелищное шоу. Я вообще 12 лет тренируюсь, что меня привело, но с сестрами мы решили пойти, чтобы чем-то всем заняться. И с тех пор нравится всем, все троем тренируемся. И как бы нашли для себя спорт. Таким образом гости праздника смогли увидеть все этапы становления личности каратиста. С самых первых шагов до довольно высокого уровня. Однако на этом работа не заканчивается. Ведь сколько бы ни было пройдено, какого уровня мастерства не достиг каратист, каждый день тренировок будет как белый лист, на котором постоянно будет появляться новая история. История становления человека, сильного не только физически, но и духовно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.